Пьеса Евровизион Доми Новая, которая соединяет фаширатой Москва Александр Ридбак. И я, это на часа, но это для нас. Здравствуйте, Александр. Очень хорошо, мы сегодня увидим испанский. Привет, как у тебя дела? Скажи нам. Ну хорошо, я встал. Можно же по-русски, да? Конечно, по-русски. Мы бы хотели, если бы ты на румынском, но, как я понял, в Норвегии румынский не учат. В следующий раз получится, может быть. Не, ну, я как-то горжусь, я встал сейчас в 8 часов ночи. Вы так каждое воскресенье, да? У тебя в 8 часов утра это ночи, да? Примерно. Воскресенье особенно. Суббота и воскресенье. Мы встаем в 5 утра. Но, Палатцы, но вы герой. Мы самые... Видишь, радуете страну вашу. Ну, мы не выиграли Евровидение еще, но... Пока что чем нет? Что знает, да. Скажи нам, у тебя вчера был концерт маленький, да? Такой маленький-маленький по сравнению с Евровидением. Как было? Почему? Для меня он был большой, потому что это первый раз в Молдове. Это большая честь для меня. Я, по-моему, во всей Европе был, но пока что еще не у вас. А сейчас я у вас. Но мне вообще-то не важно, большая публика или маленькая. Мне самое главное, что я людям даю качество на сцене. Мой самый лучший концерт был сразу после Евровидения в маленьком зале для 150 людей. А вы в Чемишлии, если... Это город? Где город Чемишлия или где? Нет, нет, нет. В Осло. А, Осло? Осло. Тоже маленький город. Тоже маленький. Так как в Чемишлии. У тебя есть, вот ты говоришь, ты из Беларуси, но у тебя есть уже такой акцент, потому что ты много лет живешь в Норвегии. Даже если ты переехал в очень раннем возрасте из Беларуси, тебе было 4, если я не ошибаюсь. 5. 4, 5, да. Газеты в России пишут 105, газеты в Норвегии пишут 7. Так что я не знаю, я сам не помню. Что я хотел тебя попросить? Ты сможешь нам исполнить какой-то маленький кусочек какой-то беларусской песенки? Да. А потом мы будем петь Чукарлия. Ага. Давай. Ой, подожди. Например, не знаю, вот Куполинки. Давай. Помнишь эту песню? Давай я подержу микрофон. Куполинка, Куполинка, темная ночка, темная ночка, темная ночка, где ж твоя дочка? А сейчас вы. Саша, ТЗБ. У нас Чукарлия на скрипке, а мы скрипку еще не выучили. Мы любим только на нашу скрипку. Так, ты с пяти лет начал играть на фортепиано, на скрипке, танцевать, сочинать песни и петь. У тебя друзья были? Ну, пел и танцевал я больше в ванне. Типа, нет, я пока что на скрипке и на фортепиано играл, а потом уже начал экспериментировать. Ну, у тебя было очень мало времени на то, чтобы... Лего строить, конструктор. Да. Зато сейчас я строю. Сейчас строишь Лего? Слушай, я на русском чуть-чуть не так, но я приготовил для тебя один вопрос. Давай, давай. Какие у тебя самые приятные воспоминания про Белоруссию? Если ты что-то помнишь. Ой, я помню все. Я помню природу, я помню очень теплые люди. Вы, кстати, очень напоминаете Белоруссию. Серьезно? В этом смысле, да. Ну, в Касагропах. Ну, может быть, не как раз вот сейчас в шляпах ваших, это не белорусско. Но это молдовский, да? Да. Нет, это испанский. Это испанский. И сегодня праздник. Мы знаем день города в испанском стиле. Очень хорошо. Молодцы. Так вот, что ты еще помнишь? А из Белоруссии что я еще помню? Тоже вообще-то улицы. Очень у вас здесь улицы похожи на белорусские. Я думаю, что это, как называется, славянские, да? Да, славянские, чистые дороги, как у нас, да? Примерно, да. Примерно, ну это хорошее слово. Мы знаем, что у тебя есть талисман, только его сегодня на тебе нет. У тебя он на рубашке, запонки, скрипка, нет? Ну, может быть, это такие сплетни, да. Это сплетни? Да. То есть мы знаем то, что ты сами знаешь. Я очень боюсь привыкать к вещам, которые я не уверен, если я потеряю их, так я потеряю. Я пробую даже мой селфон. Ну, ты не бойся, ты в Молдоре просто не надо бояться, да? Все, у нас все аккуратно. Хорошо. Никто. Ты выступал во сцене до Евровидения, кажется, со всемирно известным скрипачом Пинхасом Цукерманом. Да. Как вы послакомились? И как тебе это удалось? Мне повезло, что там самая престижная такая летняя школа в Америке, Медомаунт называется, и там приглашают два-три студента каждый год, чтобы разные мастер-классы были. И у меня мастер-класс был с Цукерманом. Шикарно просто. Какую песню вы учили вместе? Или какие песни? Что именно вы учили вместе? Ну, Чайковский и Сибелиус. Мне очень нравится вообще классика. А у вас какие композиторы? У нас композиторы Джорджия Емеску, Тюплян Парумбеску, если ты слышал. Ну да, да, да. Анатолий Мельник. Это может, это Руга. Ты его слышал? А? Евгений Дога. Вроде бы, да. Великий молдавский композитор. И есть еще очень много, может, ты слышал даже есть у нас... Анатолий Мельник. Я знаю, что это было. Ну, пока что нет. Ну, он хороший. Вы потом вечером покажете. Хорошо. Так, кто-то... Ты сказал, что вот ты с Цукерманом пел, тебе нравится Чайковский. А кто еще твои кумиры? Ну, Яша Хейфец. Самый-самый такой классный скрипач. И Джин Келли. Вы знаете кто-то? Ну, кто не знает его. Мы знаем про... Кто не знает этого. Серьезно, знаешь или не знаешь? Знаю. Синьи в море. Как это называется? Петти Ласуаре. Кантем Ласуаре. Ну, наверняка, да. Но он там играет. Хорошие песни. Хорошие. Он играет в фильме. Да. Но мы еще знаем, что тебе и поп-композиторы нравятся. Ну, конечно, я же сам поп-композитор. Ну, так вот кто? Ну, мне... Мне самое главное, чтобы хорошая мелодия была. Мне нравятся и Металлика, и Эминем. Тоже поп-композиторы. Эминем, Андрея Бачельи. Хотя он не композитор. Стинг и Майкл Джексон. Самое главное, мне не жанр, а мелодия хорошая. И странно, вот мы заметили, ты больше всего времени ты скрипач, а тебе нравятся Стинг и Майкл Джексон, которые ничего не имеют с этой... Ну, нужно быть разнообразным. А это, Луная походка еще не выучил или... Пока что нет. Это уже... Может... Наш молдавский микрофон, да? Вы тогда танцуйте со мной. Мы с тобой потанцуем, конечно. Потанцуете, да? Тогда ты смотри, ты с этой стороны стоишь? Хорошо. Хорошо, сейчас я только нашу вот эту таблетку уберу, куда-то. Хорошо, молодец. Все, вот так. А что надо делать? Просто танцевать, просто танцуйте. А, да. Смотри. Тогда надо нашу шляпу. Надеть шляпу, да? И так, напомню. Ой, я не могу надеть шляпу. Я привязан к ней. Ну что, все, мы готовы. Песня называется... Аппу готов. Давай. Анонсируй песню. Вы слышали. Танцуйте, танцуйте. Больше давай. С ногой. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. And you too, давай. Every night we fell in love. No one else could make me sadder, but no one else could lift me high above. I don't know what I was doing, but suddenly we fell apart. Nowadays, I cannot find her, but when I do, we'll get a brand new start. Готовы? Раз, два, три. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. Cause I don't care if I lose my mind. I'm already cursed. I don't care if I lose my mind. На русском я забыл, как это было. Да, я вижу людей. Обычно... То есть там не принято, чтобы... На Москве, например, в Москве, если я в метро еду, так люди, типа, что это... Как вы себе это позволяете? А в Норвегии, наоборот, они хотят, чтобы я показывал, что я с людьми... И вот сразу что ты успел увидеть в Норвегии или в Молдове? Давай в Молдове, потому что это тоже страна, считайте. Красивые девушки. Вот там они, девушки. И богатые... Мужи. Кстати, насчет мужей. Вот сейчас мы тебе покажем парня, который очень-очень-очень на тебя похож. Это молдавский певец. Давайте посмотрим на него. Смотри на него. Сейчас, вот одну секунду появится его фотография. Вот он. Дима его зовут. Похож? Да. У него только чуть-чуть больше эстетичная прическа, чем у меня. Ну, ты после концерта, а он там... А где скрипка? Он на гитаре играет. А, еще лучше. Может, в сводные брак тебя как-нибудь? Уверен. Тебя родители не обманывали в детстве? Может быть. Посмотрим. А вообще-то очень похож, а? Ну, ты сказал, девушки красивые. Да. Еще что мы увидели в Молдове? Ты Кишинев в успех? Хочешь как-нибудь посмотреть? Ну да, да, да. Мне очень нравится, что здесь здания такие не слишком высокие. Я чувствую себя, что... Типа провинциальный город. Да, да, да. Но у нас Spider-Man и живет, так что из-за этого, да? Я вот, почему тебя спросил насчет паблик транспорт в Норвегии? Почему? Да. Вот после Евровидения бывало, что ты едешь и там слышишь свою песню у кого-то на рингтоне? Ну, да, конечно, все время, каждый день. Тебе это всегда нравилось? Ну, что... Немножко Аспами начинает драку сразу с ними. Они тебя замечали, вот поет песня и... Ну. Вот рыбак рядом с тобой. Да, и без песни тоже замечают. А что еще случалось с тобой? Какие интересные случаи после того, как ты выиграл? Ой, это очень всегда трудно, так, спонтанно. Ну, например, сейчас шутку скажи какую-нибудь. Трудно, правда же? Я? Ну, ты же помнишь после Евровидения? Ну, первый месяц. Что с тобой случилось? Ну, так вот поздно ночью я никогда не могу вспомнить. Не, ну, много чего. Например, сейчас у меня новая песня про девушку, которая стала мне звонить 3 года назад примерно. Я хотел бы как раз выиграть по себе. Она уже готова по песню. И она тебя находит везде. Ты меняешь номер телефона, она тебя находит. Ты меняешь место жительства, она тебя находит. Скажи нам больше, господи. Она уже 3 года, понимаешь? Ее папа, наверное, как в Мусаде работает или что-то так. Она совсем очень пугает меня. Я думаю, уже в полицию звонить, но все-таки сердца на это нет. Так что лучше песню сделать. Я думаю, что у тебя тоже есть поздравления для всех кишиневцев. Сегодня день города у нас. День города у нас. Ну да. Я очень рад, что я мог участвовать с вами на этом празднике огромном. И сегодня будешь участвовать? Будешь в центре города опять? Я надеюсь, что вы все придете. Посмотрите, похлопайте. Я вам спою. Live споет? Да. Ты будешь еще с Паула Селлинг на сцене? Ты знаешь ее? Я очень хорошо ее знаю. Она была со мной вчера. Мы пели, играли. А сегодня я буду радовать публику своими песнями. Ну, мы ждем, не дождемся, чтобы услышать тебя на сцене. Мне тоже. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что ты к нам пришел. Давай, мы выспимся и потом будет концерт. Подожди, подожди. Еще один вопрос. У нас бывает, что артисты могут за всю жизнь не выпустить ни один альбом. А тебе сколько, двадцать сколько? Двадцать... Ой, уже двадцать шесть. Двадцать шесть. У тебя уже четыре альбома. И все за три года. Как тебе это удалось? У меня очень такие локальные проекты. Проект в Швеции, в Норвегии. Ну, у нас есть Александр Занчук, то его не догоняешь. Ну, я уже уверен. У нас такой левец, у него альбомов тридцать, наверное. Музанчук это такая фамилия, что понятно, что много альбомов, конечно. Ладно, мы тебя ждем еще в Молдавии, чтобы ты приезжал. А я жду приехать сюда. Можно, чтобы просто приехать, показать тебе всю страну, потому что у нас очень красивая страна. Красивые девушки. Да, ты зови нас в Осло, конечно, я без проблем приеду, если ты все оплатишь. Хорошо. И покажешь, что будет. Все будет хорошо. Все, ждем тебя сегодня в центре города. Спасибо. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok